На своей волне Всем здравствуйте! Вы на своей волне в студии Владимира Певцов. Наша программа, которая рассказывает о людях, которые заняты творчеством, ну, во всем многообразии. И сегодня на своей волне у нас Денис Варфоломеев. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Владимир. Добрый день, уважаемые телезрители. Я рад тебя сегодня приветствовать на своей волне, как сама наша программа, она посвящена людям, которые находятся на своей волне. Вот ты находишься на своей волне, ты поешь песни, так ведь? Да, я нахожусь на своей творческой волне, в творческом полете, постоянно. И на самом деле интересный процесс, очень интересная жизнь. Я люблю творчество, занимаюсь творчеством, и поэтому у меня музыкальная такая волна, музыкальная направленность. Денис Варфоломеев, гость нашей программы. И для того, чтобы дать представление, что же это за артист, что же это за певец, давайте посмотрим его первое выступление. Давайте окунемся в жаркие лучи Востока! Ночь на востоке, снова ночь, как божественная дочь, гонишь ты все беды прочь. Ты так красива и нежна, как персидская княжна. Мне любовь твоя нужна, нужна. Я всегда с тобой, сердцем и луном, мыслями и телом и душой. Счастье это ты, приснись и ты, я даю тебе все это, будешь взял и ты. Я всегда с тобой, сердцем и луном, мыслями и телом и душой. Счастье это ты, приснись и ты, я даю тебе все это, будешь взял и ты. Да, дело тонкое, Восток, здесь сплелись в один клубок, добродетель и порог. Там за барханами песков, все сокровища миров. Там живет моя любовь, любовь. Я всегда с тобой, сердцем и луном, мыслями и телом и душой. Счастье это ты, приснись и ты, я даю тебе все это, будешь взял и ты. Я всегда с тобой, сердцем и луном, мыслями и телом и душой. Счастье это ты, приснись и ты, я даю тебе все это, будешь взял и ты. Я всегда с тобой, сердцем и луном, мыслями и телом и душой. Счастье это ты, приснись и ты, я даю тебе все это, будешь взял и ты. Я всегда с тобой, сердцем и луном, мыслями и телом и душой. Счастье это ты, приснись и ты, я даю тебе все это, будешь взял и ты. Я всегда с тобой, сердцем и луном, мыслями и телом и душой. Счастье это ты, приснись и ты, я даю тебе все это, будешь взял и ты. Уважаемые господа телезрители, сегодня на своей волне Денис Варфоломеев. Денис, нашим телезрителям будет интересно узнать, как вы оказались на этой волне, на своей волне, как вы стали петь? На самом деле пою я с самого детства, сколько себя помню, с 9 лет, когда я поступил в музыкальную школу, закончил. И я начал играть на фортепиано. И понял, что музыка это моя стихия, я начал развиваться, мне стало интересно заниматься музыкой. Я так подумал, что я могу еще каким-то образом начать петь. Познакомился с преподавателем по вокалу, которая вела меня на протяжении всего моего детства, пока я не поступил в Ростовский колледж искусств. Но когда я поступал в Ростовский колледж искусств, у меня была мутация голоса, и меня взяли на хоровое дирижирование, где я также развился как музыкант и как дирижер, потому что очень сложно заниматься с парнями, когда ломается голос. Это опасно, очень опасно, можно сорвать раз и навсегда. После этого, во время учебы, я начал заниматься международными конкурсами, фестивалями, концертами, где я также мог получать ценные мастер-классы для себя, как для артиста. И становился лауреатом и дипломантом всеразличных всероссийских и международных конкурсов в Италии, в Болгарии, на Украине. Собственно говоря, я так попал на эту музыкальную волну. Многие, опять-таки, люди, которые занимаются пением, ну вот они хорошо поют, они хорошо извлекают вот эти вот звуки, да, свои. Тем не менее, они не выступают, они никуда не идут, просто поют для себя. Ты же избрал путь именно артиста выступать на различных концертных площадках. Тяжело ли это? Потому что все-таки, опять-таки, сейчас с развитием интернета каждый человек может стать звездой, так ведь? И тяжело очень конкурировать. Но на самом деле заниматься, если мне доставляет это удовольствие, мне не тяжело. Но любая профессия требует ответственности. Всегда нужно подходить ответственно, ходить на какие-то мастер-классы, на занятия вокалом, актерского мастерства, подачи, репетиции, съемки. Очень плотный график. Я бы не сказал, что это очень тяжело, но плотный график. Нужно везде все успеть. И на сцене я выступаю для публики. Мне нужно отдать энергию публике, залу. Я не могу петь для себя, потому что я не могу это все в себе удержать. Были моменты, когда люди, сидящие в зале, скажем, не хлопали, не аплодировали. Был такой какой-то вот... Ну, если я просматриваю свои ролики, да, или как-то прошу даже, чтобы меня сняли на телефон, я всегда получаю положительные эмоции. И очень удивляюсь, когда из зала даже мне кричат «Браво!», чтобы вообще не хлопали, но не было ни одного концерта. И я благодарен уважаемым зрителям и телезрителям, которые смотрят меня, любят мое творчество. Это меня вдохновляет, мотивирует на новые какие-то творческие идеи, творческие поступки. Я могу писать новые песни, снимать клипы, видеоролики. То есть я понимаю, что я делаю это не зря. Если бы, наверное, было так, что мое творчество не нравилось людям, я бы просто, наверное, перестал бы этим заниматься, и все. Давайте посмотрим еще одно выступление Дениса Варфоломеева здесь, на своей волне. Я объездил много стран, повидал я белый свет, Но подобной красоты, как твоя, не встретит мне. Ты чудесна, как заря, грациозна, как цветок. Каждый дорог для меня, твой прекрасный лепесток. Лилия, 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 Л Лилия, Лилия, лишь тебя одну люблю Не забыть мне твоих глаз, добрых, милых никогда Их сияние и тепло будут жить во мне всегда Солнце ясное мое, лучезарная моя В целом мире никого нет любви и тебя Лилия, Лилия, твое имя повторяю Лилия, Лилия, сердце берешь на краю Лилия, Лилия, о тебе одной мечтаю Лилия, Лилия, лишь тебя одну люблю Лилия, Лилия, твое имя повторяю Лилия, Лилия, сердце берешь на краю Лилия, Лилия, о тебе одной мечтаю Лилия, Лилия, лишь тебя одну люблю Сердце бьется все сильнее от любви в моей груди В моих мыслях день и ночь бесконечна только ты Лилия, Лилия Лилия, Лилия Лилия, Лилия Лилия, 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 лишь тебя одну люблю Лилия, Лилия, твоё время повторяю Лилия, Лилия, сердце берешь на краю Лилия, Лилия, о тебе одной мечтаю Лилия, Лилия, лишь тебя одну люблю Лилия 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 Каждый день в душе моей, страсть бывает всё сильней На своей волне Денис Варфоломеев сегодня на своей волне, уважаемые господа телезрители Денис, кроме пения, конечно же, ты занимаешься ещё так называемой видеосъёмкой То есть ты рассказывал, что ты купил какую-то навороченную видеокамеру Что это за видеокамера? Зачем она тебе вообще? Да, недавно я получил такой вот презент Я купил её Кинокамера Red Epic Это известная в Голливуде очень кинокамера Из Америки На которую снимали такие фильмы, как Человек-паук, Пираты Крепского моря, Прометей и так далее Ну, была такая востребованность снимать концертные ролики С продюсерским центром «Энергия», с которым я давно уже стал партнёром И работаю с генеральным продюсером продюсерского центра Сергеем Броновицким У нас появилась общая идея снимать фильмы И это был идеальный вариант, чтобы начать такую творческую деятельность Но одной камеры мало, я считаю, что если ты купил одну камеру И ты фильмы, наверное, есть или нет У моего партнёра Антона Ретина, видеооператора Который меня постоянно сопровождает на съёмках Есть также Red Scarlet На которые можно также снимать фильмы, клипы и так далее То есть это идеальный вариант для съёмок каких-то своих фильмов, клипов и так далее То есть можно заниматься такой видеоиндустрией Открыть свой видеопродакшн и заниматься также съёмками Хорошо, скажи, пожалуйста, какая музыка тебе близка, скажем так На какой музыке ты вырос или, может быть... Да, ну, больше мне близка, конечно, популярная эстрадная музыка Я люблю... Хотя на самом деле я слушаю всё подряд абсолютно Я слушаю рок, рэп, если это хороший, качественный материал, да С каким-то смыслом таким особенным Работаю с разными артистами, шансон очень близок мне Но так, чтобы его исполнять, я не могу У меня своя творческая волна, своя направленность Это популярная музыка, стиль поп Хорошо, чем живёт артист, который занимается музыкой? Потому что кроме пения ты больше ничем не занимаешься То есть надо на что-то жить Поэтому меркантильный вопрос Откуда деньги? Скажем так Ну, деньги... Или деньги – это не проблема Скажем так Отсутствие денег Для кого как Для кого как, да То есть у кого-то есть деньги, но постоянные проблемы Да, их всегда мало, мало, хочется побольше Заработать денег Какая-то основная часть, да Почему я спросил? Дело в том, что Денис постоянно участвует в различных благотворительных концертах Вот, судя по контакту, когда я заглянул Один концерт, второй концерт, ещё концерт, ещё какое-то шоу И всё это абсолютно на добровольных началах Ну, сколько можно? Да, есть некоторые бесплатные концерты Но есть также и корпоративы, на которых можно зарабатывать, да? Не какие-то там большие гонорары особенные, да? Но я занимаюсь также, помогаю творческим артистам Которые, кстати, вот как вы сказали Поют для себя, да? Они очень талантливые, но не знают, как выйти на сцену Показать себя публике Проявить себя в массе Чтобы услышали хотя бы десятки, сотни тысяч людей Вот, я с удовольствием иду на сотрудничество, да? И работаю также на основе зарплаты у Сергея Броновицкого Как организатор концертов и как артист также Как артист Денис Варфоломеев сегодня гость нашей программы Давайте следующую песню послушаем Мне хотелось бы, потому что некоторые песни ты исполняешь не один, а в дуэте с кем-то Вот что сейчас мы увидим Да, недавно был мой первый опыт записи дуэта С прекрасной, очаровательной певицей Натальей Нейт Ее творчество можно также посмотреть на ее официальном сайте natanate.ru И посмотреть в интернете ее творчество Замечательная певица, я хочу вам показать наш видеоролик Расстояние не помеха любящим сердцам И как нет преград для ветра Нет преград и нам Даже долгая разлука Не доставит боль Мы нашли в друг друге счастье Счастье, радость и любовь Я попрыгну до небес Чтоб для тебя достать сердцу Я принесу из райских мест Всегда цветущую весну Хочу весь мир я дать тебе И для тебя за шеи знаю Как повезло на свете мне Ведь я любима И я люблю Если мы с тобой не вместе Если далеки Все равно мы не разлучны И душой близки А когда с тобой мы рядом Каждый мир для нас Словно книга с продолжением О любви рассказ Я попрыгну до небес Чтоб для тебя достать сердцу Я принесу из райских мест Всегда цветущую весну Хочу весь мир я дать тебе И для тебя за шеи знаю Как повезло на свете мне Ведь я любима Я люблю Я люблю Я попрыгну до небес Чтоб для тебя достать сердцу Я принесу из райских мест Я принесу из райских мест Всегда цветущую весну Хочу весь мир я дать тебе И для тебя за шеи знаю Как повезло на свете мне Ведь я любима Ведь я любима Я попрыгну до небес Хочу весь мир я дать тебе И для тебя за шеи знаю Как повезло на свете мне Ведь я любима Ведь я любима Я люблю Я люблю Мы в своей волне Денис Варфоломеев, гость нашей сегодняшней программы Денис сам родом из Ростовской области, да? Да, город Сальск Город Сальск Легко ли завоевать Москву? Потому что, опять-таки, все наши звезды Все наши известные там телеведущие, артисты Они, как правило, ну, редкое такая Есть исключение Москвичи Как правило, это люди-приезжие, которые завоевывают столицу Завоевывают Олимп, Москву Легко ли покорять Москву? Расскажи, пожалуйста Это достаточно нелегко И ни для кого не секрет Что многие артисты приезжают в Москву Добиться популярности, славы Стать на какой-то творческий путь, да? Приобрести узнаваемость Ну, во-первых, я начну с того, что Невозможно добиться самому На первом этапе Потому что нужен человек Который тебя будет курировать Продвигать Наставлять на какой-то творческий путь На какую-то творческую волну Творческую стезю Этот человек называется продюсер Который занимается творческой Ну, это получается, что ты зависишь от этого человека Не шаг в сторону Не шаг куда-то еще там Но ты себя полностью посвящаешь этому Потому что без определенных каких-то знаний Каждый человек занимается своим делом Продюсер продвигает Аранжировщик делает аранжировки С продюсером так же Не просто познакомиться Потому что нужно с чего-то начать Начал я с того, что записал песню Первую песню Она называется «Непростая любовь» На которую мы попозже посмотрим с вами клип Записал песню, сделал фотосессию И снял клип Конечно, много времени И определенных финансовых затрат Нужно вложить в творчество Чтобы был какой-то начальный этап После съемки клипа Так получилось, что Меня забрали в армию После окончания колледжа И когда я год прослужил в армии Получилось так, что я время не потерял зря Этот клип ротировался на многих региональных телеканалах И так как нам в армии разрешали телефонный интернет На выходных и так далее Я следил за новостями И приобретал много поклонников Которые писали, что видели мой клип На таком-то телеканале на различных Да, так же и на Украине он ротировался И за счет этого я стал приобретать какую-то популярность Благодаря этому клипу Меня многие арт-директора Начали приглашать с выступлениями в клуб На различные концертные площадки То есть я так думаю, что Какая-то изюминка в этом видеоклипе Все-таки была, что я смог заинтересовать А были моменты, когда вот, ну вот, все Депрессия, что ничего не получается Что ничего не хочется Такой были моменты? Наверняка это творческий кризис какой-то Я стараюсь его не допускать Так абстрагировать Как ты от него избавляешься, скажем, от кризиса Больше отдыхаю Больше, больше отдыхаю А где любишь отдыхать? Ну, я люблю отдыхать Вообще предпочитаю так, чтобы у меня сочетался отдых и работа Ну, чтобы уж заодно, да? Да, то есть если я куда-то лечу в какую-то теплую страну То ты берешь оператора и снимаешь видеоклип? Я беру оператора и мы летим, да, вместе отдыхаем и снимаем какой-то клип Какие-то сцены, какие-то декорации Меня это мотивирует, вдохновляет к новым каким-то победам То есть я понимаю, что можно записать Бывают такие мысли, да, что вот у меня там всего лишь 12, 13, 14 песен в моем репертуаре А хочется постоянно артисту писать новые песни Новые какие-то получать ощущения, эмоции, да, от песен Но я понимаю, что написать песню можно 10 альбомов Но если не будет так же дистрибьюции и никто не узнает о песнях То нет смысла их просто писать для себя Вот, и поэтому я предпочитаю записать одну песню И полететь куда-то снять какой-то клип Либо видеоролик интересный, чтобы зрители могли смотреть и так же Ну, рационально, я считаю, что это рационально Это очень оптимизировано, не просто отдыхать, но еще и записывать для себя видеоклипы Да, и работать еще Да, поэтому меня такие стрессовые ситуации очень даже обходят стороной Денис, напоследок, я думаю, что нашим телезрителям будет интересно узнать Некие секреты, как оказаться на своей волне Потому что человек, который находится на своей волне, как я уже говорил Он всегда привлекает к себе определенное внимание Если вы на своей волне, уже все У вас, вот как оказаться на своей волне? Не на чужой, а на своей Ну, наверное, все-таки понять, что тебе больше хочется Что ты хочешь получить от жизни Это может быть необязательно творческий какой-то, да? Процесс Если человек, допустим, не музыкант, но у него есть тяга к художественной какой-то Допустим, он любит рисовать, да, человек Почему бы ему не развиваться в художественном направлении, рисовать какие-то портреты Что-то делать то, что ему нравится Либо это творческий человек-паэт, например, или музыкант Можно написать стихи, попробовать издать свой сборник стихов И среди своих друзей, знакомых, да, просто получить какую-то критику Если человек понимает, что ему нравится, что у него это получается И он на этой волне То, я думаю, следует продолжать этим заниматься И таким образом ты понимаешь, что ты переходишь на то русло На ту волну, которая тобой движет, скажем так Одним словом, быть собой Да, быть собой и ни под кого не подстраиваться Спасибо большое, Денис, что был сегодня гостем нашей программы Побывал на нашей волне Рассказал о своей волне Я думаю, что нашим телезрителям было интересно узнать много нового об этом человеке Денис Варфоломеев, гость сегодняшней нашей программы И я предлагаю напоследок еще один клип посмотреть с его участием Спасибо большое Спасибо вам И уважаемым нашим телезрителям Ну, а мы с вами встретимся совсем скоро на своей волне Не грусти, мы увидимся вскоре Я тебе подарю Все, что есть на земле и на море И за грамм и за люк Только если меня не обманешь И кругом уйдешь Все, что я подарил тебе раньше Ты мне все верешь А, любовь, надежды с сомнением А, любовь, дуэтом лишь пение А, любовь, дуэль с применением А, любовь, а, а, любовь А, любовь, реки и омуты А, любовь, встречи и проводы А, любовь, причины и поводы А, 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 а Сотни песен, стиховые истории И я тебе подарю Все, что есть на земле и на море И закаты зовет Только если меня ты обманешь Бросишь и уйдешь Все, что я подарил тебе раньше Ты мне все верешь А, любовь, наслаждение смуткою А, любовь, встреча с разлукою А, любовь, веселье со скукою А, любовь, а, а, любовь А, любовь, крики и молчание А, любовь, тьма и сияние А, любовь, взаимовлияние А, 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 а Сотни песен, стихов и истории Я тебе подарю Все, что есть на земле и на море И закаты зовет Только если меня ты обманешь И к другому уйдешь Все, что я подарил тебе раньше Ты мне все верешь Сотни песен, стихов и истории Я тебе подарю Все, что есть на земле и на море И закаты зовет Только если меня ты обманешь Носишь ты ее Все, что я подарил тебе раньше Ты мне все вернешь Ты мне все вернешь Ты мне все вернешь Да! На своей волне На своей волне